Короче говоря, звёздная болезнь. Это была типичная осенняя погода. Солнце, ласковый морской бриз и жара плюс 30. Да, это была типичная осенняя погода на Бали. А у меня за окном всё по классике. Поэтому я из дома не ногой. Не хватало только застудить ноги и заболеть. Пошёл на кухню. Случайно наступил на холодную лужу. Затем нечаянно помыл ноги ледяной водой. И совершенно неуклюже засунул ноги в морозилку. Почувствовал себя неважно. Лёг в лёжку. Достал ложку. Съел окрошку. Капец она холодная. Разболелась горло. Блин, кажись я всё-таки заболел. Вызвал на дом врача. Пока ждал его, решил поискать какие-нибудь лекарства. Достал аптечку. Какая она хорошенькая. Тут были таблетки для боли в ногах, для боли в горле и средства для всеобщей боли. Всё не то. Нужно найти универсальное лекарство. С самого дна аптечки я достал бальзам-звёздочка. Не знал, что он бывает в таком виде. Вспомнил, как бабуля говорила, что это средство от любых недугов. Помазал нос. Стал чувствовать себя лучше. Но этого недостаточно. Помазал виски. Посмотрел на аптечку ещё раз. Какая же она всё-таки стрёмная. Да и шторы эти стрёмные. И прикид мой тоже отстой. В дверь постучали. Это был врач. Какой же он стрёмный. Мы прошли в комнату. Врач спросил, на что у меня жалобы. Я пожаловался на его мерзкий голос и безвкусный костюм. Врач уточнил, точно ли я болен. Разумеется. Ведь у меня симптомы чрезмерного успеха и огромной популярности. Доктор покивал и сказал, что у меня звёздная болезнь. Причём тут это? Я ведь не люблю астрономию. Доктор выписал мне рецепт, положил на стол и ушёл. Мне было интересно, что он написал. Но трогать эту нищебродскую бумажку своими знаменитыми пальцами я не собираюсь. Так, прошёл день. Я пил свой любимый кофе на овсяно-бесоевом, кокосово-клубничном, молоке с лавандой сельдереевым, сиропом и всё ждал, когда же меня позовут на какое-нибудь интервью. Позвонил своему агенту и наорал на него. Сказал, что он самый некомпетентный олух, с кем мне приходилось сотрудничать. Пришёл Рома и попросил его больше не оскорблять. В ответ я попросил не смотреть мне в глаза. Это могут делать только избранные люди. Лео Ди Каприо, Надежда Бабкина и Патрик из губки Боба. В общем, только мои звёздные друзья. Я приказал Роме срочно забронировать мне частный самолёт в Монако. А то скоро обедать пора, а местную еду я не перевариваю. Рома посмотрел цены. Ближайший рейс стоил пол лимона. Копейки. Я дал его Роме. Он уточнил, что пол лимона рублей. Ааа, тоже копейки. Но что-то у меня разболелась голова. Снял с неё корону. Вроде полегчало. Конечно, я не пуп земли. Мой пупок слишком велик для одной земли. Я центр вселенной. Блин, только походу я теперь останусь голодным центром вселенной. Прошло пару дней. Я доедал свой сыр с голубой плесенью. Но какого цвета моя кровь, такого цвета и еда. Мои будни проходили довольно обыденно. Я постоянно скрывался от папарацци. Получил пятую звезду на Аллее Славы. А вечерами смотрел в телескоп на звёзды. Только там я мог найти себе близких по духу. Вот созвездие Моргенштерна, комета Бузова. И самая яркая звезда моего любимого Патрика из губки Боба. Только это занятие как-то спасало меня от одиночества. Но вдруг Патрик со звёздного неба сказал, что мне пора перестать хватать звёзд с неба. Возможно, в чём-то он прав. За последние дни мне никто не написал и не позвонил. Я посмотрел на стол. Там всё ещё лежал рецепт, который мне выписал врач. Я решил прочесть его. Спустись на землю и пообщайся с простыми людьми. Что ж, ладно, попробую. Я пригласил Рому в гости. Заранее продезинфицировался. Пришёл Рома с вкусняшками к чаю. Какие они стрёмные. Но это было мило. Пообщавшись с ним более часа, я понял, что Рома не так уж никчёмен, как кажется, а с ним местами даже интересно. Я извинился за своё некрасивое поведение и добавил, что впредь буду относиться к нему с уважением. Мы пожали друг другу руки. Я протёр их антибактериальной салфеткой и предложил Роме сгонять за шаурмой на моей трёхэтажной яхте. Блин, Серёг, ну хорош уже выдумывать, что какая-то богатая звезда и что у тебя есть яхта. В смысле выдумывать? Короче говоря, звёздная болезнь. Если вы ещё не видели наши другие звёздные ролики, то у вас есть уникальная возможность посмотреть их прямо сейчас. Нам будет приятно. Кстати, не забывайте ставить лайки и подписывайтесь на наш канал. Спасибо за просмотр и ждём тебя снова. Субтитры подогнал «Симон»!